И начнем с жуткой семейной трагедии. В Свердловском областном суде предъявили обвинение жителю Верхней Пышмы, который, по версии исследователей, избил, похитил, а после сжег собственного отца. Предполагаемого убийцу со слезами на глазах защищала супруга погибшего. Юлия Анашкина с подробностями. Это же будет касаться моей семьи, как бы, и нашей тайной семейной, как бы, не хотелось разрушать. Едва сдерживая слезы, Надежда Тропина просит удалить прессу из зала суда. Вот только о ее семейных конфликтах уже полгода говорит вся страна. Сына женщины Леонида судят за расправу над отцом. Он не любил своего отца. Вот какой бы он ни был, как бы, он не относился. Но, как оказалось, от любви до ненависти один шаг. По версии следствия, в апреле молодой человек похитил своего отца Анатолия. Возле дома Леонид и его три приятеля напали на мужчину, ударили по голове битой, связали руки и затолкали в багажник машины. Он лежал, они его подняли, увидев меня, быстренько запихнули в машину. Ну, видимо, собирались грузить. И все, уехали. Похищение обернулось трагедией. В багажнике Анатолий захлебнулся кровью. Но на этом злоумышленники не остановились. Тело мужчины вывезли в лес и сожгли вместе с машиной. По версии следствия, причиной, толкнувшей Леонида на преступление, стал имущественный спор. Как установлено в ходе расследования, один из сообщников решил похитить своего отца из-за того, что он высказывал намерение своему сыну снять с регистрационного учета автомобиль сына и потребовал от него выселиться со своей семьей из квартиры. Как выяснилось, Леонид и его друзья уже отбывали наказание в местах заключения. Сегодня им предъявили обвинение в похищении человека группой лиц, повлекшим по неосторожности смерть. Однако сам Леонид уверяет, отца он хотел лишь припугнуть. Умысла у нас на убийство не было. И все остальное, которое произошло, это, скорее всего, происходящая ситуация, потому что появились свидетели. И в следствии паники, что случилось, как обвиняют в похищении человека. Не во всем вину признают и подельники Леонида. Конечно, было бы справедливо переквалификация на фактически содеянное. То есть это причинение легкого вреда, так как он его просто боролся с ним. И, собственно, это и было охвачено их изначальным умыслом. Родные троих соучастников и вовсе уверены, похищение Анатолия – это сговор только лишь его сына и жены. Мамаша – это все, и он все это за все исправоцировали, людей подставили. Сегодня обвиняемые просили отпустить их под домашний арест. Однако суд ходатайства не удовлетворил и оставил соучастников под стражей, продлив меру пресечения еще на полгода. Семь четверым фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.